Для будущих руководителей и управленцев региона в Ненинском округе продолжается работа по формированию резерва управленческих кадров. Благодаря этому механизму с 2009 года регион получил 19 руководителей различного уровня. Кто может войти в список кандидатов на руководящие должности и что для этого требуется, журналистам рассказали на специальном брифинге. Стать руководителем одного из учреждений округа может каждый, говорят в отделе управления государственной гражданской службы и кадров аппарата администрации округа. Для этого необходимо соблюсти несколько условий. Иметь высшее образование и опыт работы на руководящей должности не менее пяти лет. Тогда у работника будет возможность быть включенным в резерв управленческих кадров Ненинского округа. Именно из этого списка в первую очередь рассматривают кандидатов на руководящие должности. Даже если они молодые, даже если может быть где-то недостаточно опыта, комиссия в исключительных случаях может принять решение о включении в резерв и без опыта руководящей работы. Но если на самом деле человек заинтересован, если он где-то засветился, если он принимает участие в каких-то общественных мероприятиях, в общественной жизни округа. Потенциал кандидата в управленческий резерв оценивает комиссия. Она работает в составе семи человек под председательством первого заместителя губернатора Михаила Васильева. В 2015 году она провела два заседания и утвердила 10 новых кандидатов. Сегодня в резерве управленческих кадров состоят 24 человека. Для подготовки к руководящей должности они проходят специальное обучение. Так, в 2015 году 20 человек прошли обучение по программе управления проектами. Средства на образование выделяются в рамках государственной программы развития государственного управления в Неницком округе. У нас в этом году запланирован вообще цикл обучающих семинаров для резервистов, в ходе которых мы будем их, скажем так, ну, может быть, если не учить, то хотя бы давать какой-то краткий курс, например, налогового законодательства, да, трудового законодательства, работы с людьми в рамках трудового кодекса, ну, вот такие моменты, которые каждому руководителю, они нужны. Подать электронное резюме на включение в резерв управленческих кадров Неницкого округа можно в любое время. Его рассмотрят во время очередного заседания комиссии. Всю информацию о порядке формирования резерва можно узнать на сайте кадр.адмдфиснау.ру Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Субтитры создавал DimaTorzok